Главная причина несчастных случаев на воде – собственная самоуверенность. Прежде чем заходить в воду, необходимо трезво оценивать свои возможности. Причиной трагедии может послужить, например, сильное течение, водоворот или ногу может свести судорога. Первое, что нужно сделать, если вы тонете, это попытаться не паниковать, потому что это только усугубит ситуацию. Второе, это попытаться как можно громче позвать кого-нибудь на помощь. И третье, это расставить руки на поверхности воды, чтобы занять как можно большую площадь. Если вы видите, что человек тонет, а спасателя рядом нет, прежде чем плыть на помощь, необходимо подумать, действительно ли вы сможете вытащить человека из воды или уйдете ко дну вместе с ним. Например, если вы хрупкая девушка, а утопающий – крупный мужчина, то в такой ситуации вы, вероятнее всего, не сможете ему помочь. Поэтому необходимо попытаться позвать кого-нибудь на помощь. Перед тем, как прыгать в воду, следует снять обувь и вывернуть карманы, чтобы они не заполнились водой. Добравшись до утопающего, нужно постараться уложить его на спину, чтобы пострадавший не набрал в легкие еще больше воды и плыть в сторону берега. Но что делать, если вы уже на суше, а человек без сознания? Обратить внимание на его дыхание. Человек дышит или не дышит, можно определить с помощью зеркала либо стекла телефона. Если человек дышит, перевернуть его на живот, взять его за мышцы живота обеими руками, приподнять и надтряхивать. Слить с него первую воду, перевернуть его на спину. Если вы с телефоном, значит сразу вызывайте скорую. Можно постараться провести человека в чувство похлопов по щекам, сделав массаж сердца или надавив на надпочечники. Этими знаниями оказание первой помощи должно обладать каждый, кто приходит на пляж. По данным МЧС, с 1 июня этого года в Рязанской области зафиксировано 12 происшествий с гибелью людей на воде с участием одного ребенка. Причинами гибели являются купание в необорудованных местах, нарушение правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Главное управление МЧС России в Рязанской области напоминает о том, что на территории региона функционирует 48 освидетельствованных и допущенных к работе пляжей. По сообщению сотрудников МЧС, чтобы оградить себя от опасности, нельзя нырять в местах с неизвестной глубиной, находиться в воде длительное время в избежание судорог. А также, если вы приехали на водоем с детьми, не следует оставлять их без присмотра. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».